Актриса Нина Русланова почти всегда играла боевых и самостоятельных женщин, которым палец в рот не клади. Катька Аэропорт из фильма «Цыган». Примите меня в «Цыгане». Зачем? Вольную жизнь люблю. Бойкая и решительная Альбина Петровна из фильма «Будьте моим мужем». Мы сейчас здесь все уберем. Да, 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 да. А вы потрудитесь поставить вторую кровать? Куда? Сюда. Зачем? Будете спать вместе. Такой же Русланова была и в жизни. Самостоятельной, резкой и даже дерзкой. В свое время на Ленфильме висело большое объявление, что кто возьмет Русланову на роль, тому закроют финансирование. Написал этот директор Ленфильма, потому что моя мама рассказала ему, как ему нужно жить и куда ему нужно пойти со своими советами. Руслановой было почти 70 лет, когда ее обвинили в хулиганстве. Ну, посмотри на меня. Ну, я женщина одинокая. Ну, вот чем мне развлечься? Ну, понимаешь? А то ты схватишься с соседкой. Так перед так. Мать перед мать. Прости меня, Господи. Ну, и вот тебе большой театр. В 2014 году на нее подал в суд журналист Николай Симаков. Он уверял, что актриса нацарапала неприличное слово на его новом дорогом автомобиле. В доказательство он приводил запись с камер видеонаблюдения и описывал агрессивный характер актрисы. Да что ж ты думаешь? Она могла и там обматерить, и четырехэтажным послать, если что-то там не нравилось. Ну, Нина Ивановна была такая, очень такая, у нее, не то что у нее рано вешенный характер, но суровый, суровый, не забалуешь. Я, честно говоря, так ее немножко побаивалась. Суд отклонил иск. По видео нельзя было точно определить, что машину царапала именно Нина Русланова. Сама актриса тоже все отрицала. Она вышла победительницей из этого скандала. Но интересно другое. В то, что заслуженная артистка, которой уже под 70, может нацарапать неприличное слово на машине, многие поверили. Вы готовите лютым, кто бы сменяет нас без пилотер веревки. Если это была она, ну, наверное, это отголоски вот дедомовского прошлого, когда они действительно там хулиганили и могли вот такую какую-то мелкую пакость друг другу сделать. Наверное, это если и было, то есть, как бы, так сказать, воспоминания о молодости. О крутом нраве Руслановой ходили легенды. Так на съемках фильма «Небеса обетованная» она побила актрису Лию Ахиджакову. Нам твой дом нужен! Нам его уйди! Не брось усру! На репетиции Лии Ахиджаковой у нее такая вот эта шапка огромная, вы помните? Она из папье-маши. Папье-маши довольно толстая. Она меня ударила по голове, у меня шишка была вот на репетиции. Вот. А потом, когда она второй раз ударила, я подняла ее и вышибла ею дверь. Вот. Потому что она заплакала и побежала к Рязанову и говорит, что это не актриса? Но именно благодаря такому характеру Нина Русланова когда-то смогла выжить. Она привыкла биться за свое место под солнцем с самого детства. Будущая актриса выросла в детском доме. Русланова никогда не знала своих родителей. Ее нашли двухмесячной малышкой в 1946 году на железнодорожной станции в городе Богодухове. Девочку отдали в местный детский дом. Она говорит, что я даже не знаю. И у нее все время с болью. Я не знаю, кто моя мама, кто... Я не знаю, у меня даже имени нет своего. Ну, в общем, это была боль и заноза на всю жизнь. И даже она не знает, какого числа она родилась. Ее назвали Ниной. В то время это имя было популярным. А отчество дали Ивановна. В детском доме все подкидыши были Ивановны или Ивановичи. Видимо, из-за крылатой фразы «Иван, не помнящий родства». А фамилию ей придумали Русланова. В честь певицы Лидии Руслановой. А важнее всего на свете, чтобы счастье было настоящее. Может быть, именно из-за фамилии. Нина, которая после восьмого класса школы, как многие детдомовцы, пошла учиться на штукатуру, неожиданно для всех поступила в Харьковский театральный институт. Детство актрисы Лидии Руслановой, в честь которой Нина получила свою фамилию, тоже прошло без родителей. Девочка вместе со своей бабушкой попрошайничала на улице. Звали ее тогда не Лидия Русланова, а Прасковья Лейкина. Новое имя и фамилию она получила, когда попала в приют, при котором был церковный хор. Сила, сая, весь приветствует, эх, у меня смелого нету. В церковный хор, оказывается, могли поступить только детям, не из семьи простого народа, не из низших слоев. Вот ей придумали именно имя Лидия Русланова. Именно с фамилией Русланова певица стала звездой советской эстрады. Во время Великой Отечественной войны она дала сотни концертов и после победы стала самой высокооплачиваемой артисткой СССР. С ее голосом солдаты шли на фронт и шли в бой. Она была суперзвездой и, соответственно, вела соответственный образ жизни. Это роскошный дом, роскошные машины, платья, светская жизнь. Ничего нового. Русланова как будто компенсировала свое нищее детство. У нее была патологическая тяга к богатству. На гастролях она скупала дорогие меха, картины, золотые украшения и бриллианты. Надо сказать, что советская власть своим певцам платила немало. И Русланова была первейшей из них. То есть она получала огромный гонорар, который вкладывала в предметы искусства, в драгоценности, в мебель. А куда еще можно было вкладывать в СССР? В 1948 году Лидию Русланову с мужем, генералом Крюковым, арестовали по так называемому трофейному делу. При обыске у них изъяли огромное количество бриллиантов и антиквариата. Певица провела в местах не столь отдаленных почти пять лет. Нина Русланова никогда не стремилась к богатству. Но детство в приюте тоже не прошло бесследно. У актрисы Нины Руслановой с юности был сложный характер. С годами он только портился. Даже лежа в больнице, она скандалила с врачами и отшивала журналистов. В фильме «Зимняя вишня» актриса Нина Русланова сыграла мать-одиночку. Дом, семья. Ну так, я и есть семья. Я и мой ребенок. Эта роль была ей близка. Она много лет одна растила свою дочь Олесю. Очень часто актрисы оставляют ребенка бабушкам и отправляются на съемки. Для актерских детей обычная история – чаще видеть маму по телевизору. А вот Олеся никогда не была обделена вниманием матери. Я вообще выросла в театре. Я там спала, я там ела, я там играла, я там бегала. И вообще вся моя жизнь до лет семи, восьми прошла в театре Вахтангова. С отцом Олесей Нина Русланова познакомилась, когда была студенткой. Геннадий Рудаков учился на физико-математическом факультете МГУ. Вскоре они поженились. А через три года после рождения дочки развелись. Ей становилось, очевидно, неинтересно. Все-таки она действительно человек, ну, такой самодостаточный. Вот именно самодостаточный. И что, как бы, так сказать, возможно, ей не сильно, так сказать, муж-то и нужен был. Вспоминать о своей семейной жизни с Геннадием Нина Русланова не любила. Она признавалась в одном из интервью, что сама много чего испортила своей прямотой и сложным характером. Я как-то так не любила. Дети, выросшие в детском доме, впоследствии с большим трудом создают семьи, поскольку не имеют перед своими глазами образца поведения и мужчины, и женщины в семейной паре. Нина Русланова была подкидышем. Ее характер сформировался в детском доме. Будущую актрису нередко дразнили ребята. Не церемонились и воспитатели. Все это в итоге сделало из Руслановой непростую женщину, но при этом удивительную ни на кого не похожую актрису. Спасибо, Нюрка. Хорошо-то как девки. В фильме «Цыган» она сыграла одну из лучших своих ролей. Катьку Аэропорт, женщину со сложной судьбой. Сцену драки актрис Нины Руслановой и Клары Лучко снимали целый день. Я, между прочим, не тихих отбиваю, не то что ты, не себе, не людям бревно чёстанное. Ты за меня не переживай, подруга. А может ты ревнуешь, а? Нету законного, так хотя бы знакомого. Потому что режиссер все время кричал, что неубедительно. И в итоге они стали реально друг друга бить. Они, конечно, потом помирились, они все понимали, но это была драка по-настоящему такая. Такая жесткая бабская драка. Грязи, причем дождь, это все. Актрис постоянно поливали водой из шланга, а для согрева поили водкой. Нам принесли, естественно, но мы не стали пить в кадре. Мы поставили в кустах, значит, в третий дубль уже совсем. Вся хохотала станица там. Мы с Кларкой туда ломанулись к этому кусточку. Конечно, там ни хрена уже не было. В фильме Юрия Кары «Завтра была война» Нина Русланова играла принципиальную портработницу, мать девятиклассницы Искры. После этих съемок актриса Ирина Череченко, которая как раз сыграла «Искру», отказывалась сниматься с Руслановой. И вот у них была сцена, где они, так сказать, дома разговаривают, в результате которой Нина Ивановна дала ей пощечину. Но она так ей залепила. Мамочка, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть? Нина Ивановна, ну, видно, так сказать, и детство в детдоме научила ее драться. Она так ей влепила, что… Ну, фильм тот, эти кадры, они черно-белые, там не видно, но Ирина покраснела в момент. Этот образ Нина Русланова во многом списала с воспитательницы детского дома, в котором она росла. Та за любую провинность таскала девочку за светлые косы и утверждала, что она фашистское отродье, родилась от немца. Один раз маленькая Нина не стала молчать и ответила воспитателю, что та сама фашистка, за что угодила в карцер. Ее называли немкой, то, что ее выбросили именно потому, что ее мать родила от фашиста, и поэтому как бы ее выбросили на вокзале. А вот, не очень часто делали темные, она сменила около шести детских домов. Сильный характер, закаленный в тяжелых условиях жизни в детстве, стал для Нины Руслановой одновременно и проклятием, и благом. Конечно, это ей очень помогало в работе. Давайте всех раскулачивать! И меня, батрачку несчастную, и вот его, гончарика, безземельного, давайте всех, всех раскулачивать! Тихо, тетка, тихо, тихо! Она была закаленный человек детдомом. Это уж точно. И у меня такое ощущение, что если бы у нее, допустим, изначально не складывалась актерская карьера, что запросто может быть, потому что это лотерея, она бы ее все равно сложила, потому что она умела пробиваться. Она, конечно, была танк, безусловно. Русланова могла пробить себе любые роли. В ее фильмографии их больше 150. Актриса работала с лучшими режиссерами. Кирой Муратовой и Алексеем Германом, Юрием Карой и Никитой Михалковым, Владимиром Бортко и Эльдаром Рязановым. Она вот любила вот так доминировать сразу. То есть, если у нее не получалось вывести актера из зоны комфорта, она начинала его трепать. Хватала за локоть и вот в разные стороны его пнет чуть-чуть, поддаст. И они начинают всем друг с другом взаимодействовать. И сразу появляется настроение. Но многие вспоминают, что работать с Руслановой – это как сидеть на пороховой бочке. В фильме Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» Русланова сыграла хозяйку дома, которая сдавала жилье отдыхающим. Я подумал. Угу. Ну что? Сбавишь цену? Нет, дорогая, нельзя. Извини. Извини. Почему нельзя? Хорошая машина потому. Драндулет. Нина вдруг в какой-то момент взяла свою дочь, а дочка была маленькая, села в машину и сказала, я уезжаю, идет съемка, съемочный процесс. Значит, я пошла к ней, она сказала, нет, я уезжаю. Пошел директор, нет, я уезжаю. И тогда пошел оператор. Что ей шепнуло на ухо? Она вдруг вышла, в другом настроении, совершенно, и сказала, я остаюсь. При Нинином таком заводном, невычислимом характере, она могла уехать на этом открытом запорожце, который мы специально для этой картины делали. Кто тебя купит? Знаешь, Ахиллесик, почему я не женюсь, не выхожу за тебя замуж? Ну почему? Потому что, потому что ты очень мелкий человек. Суровые условия в детском доме в каком-то смысле помогли пробиться и певице Надежды Кадышевой. После смерти ее матери отец снова женился. Отношения с мачехой не сложились, и двух младших детей отправили в детский дом. Вот, знаете, вот это у нас здесь, видите, это все корпуса, это вон там мы жили, вон видите, вот в этих, вот еще жили. Здесь у нас, по-моему, столовая, там прачно. Туда, если мы дальше пойдем, там садик, где мы просто вот собирали эти смородину и варили здесь, на кухне варили варенье. Воспитатели сразу заметили, что девочка очень хорошо поет, поэтому после восьмого класса Наде посоветовали отдать документы в музыкальное училище. Тем более, что там было общежитие. Не стой предо мною. Несмотря на детдомовское детство, Надежда Кадышева смогла построить крепкую семью. Она много лет счастлива с мужем, с которым познакомилась еще в студенчестве. Она вообще у нас такая прекрасная, очаровательная, я ее лично знаю, и супруга. И она такая яркая, особенно на сцене, золотая такая, большие красивые волосы. И вот в таком стиле наверняка у них и все в золотом. И не только золотом, вообще цветном, красивом. Нищее детство все равно сказалось на Кадышевой. Ее дом обставлен в стиле дорого-богато. В таком же стиле певица подбирает и одежду. А еще из-за трудного детства у Кадышевой рано начались проблемы со здоровьем. Она много лет страдала от депрессии, пережила несколько сердечных приступов и операций. Нина Русланова тоже испытывала проблемы со здоровьем. Ей не было и 40 лет, когда она заработала первый сердечный приступ. В 1978 году убили хорошего приятеля Нины, актера Станислава Жданько. В убийстве обвинили подругу актрисы, Валентину Малявину. Сначала ее оправдали, но через несколько лет признали виновной и посадили в тюрьму. Именно Русланова дала показания, которые легли в основу обвинения. Хотя Малявина свою вину так и не признала. Такой человек, ее друг без сердца. У нее даже ведь книжки выходили в количестве двух, по-моему. Там это все как бы описано. Это можно прочитать. В общем, предательство коллег, как она говорит. Вот одна из ее книг, она так и заканчивается, что там какая-то дата, когда ее арестовали того дня за преступление, которого я никогда не совершал. Малявина прокляла ее, а Русланова попала в больницу с сердечным приступом. Но тогда она была молода и быстро восстановилась. Такой характер никогда не сдаваться. Подружка моя, ты не сомневайся, я его постерегу, а ты одевайся. Она была очень такая дерзкая, скажем так, давала повод иногда даже там себя поругать, что-то там, какие-то нарекания своего адрес получить. Поэтому, ну, все это, безусловно, закалило ее характер. Но годы, проведенные в детском доме, мешали Руслановой строить отношения с мужчинами. Она не умела по-настоящему заботиться о них и не собиралась ни под кого подстраиваться. Дочке Олесе было три года, когда она развелась с первым мужем. Это съемки 2015 года. На них Нина Русланова со своим гражданским мужем, звукооператором Равкатом Габитовым. С ним актриса познакомилась почти сразу после развода. И Рафик тут же предложил ей руку и сердце. Однако Русланова ему отказала. Как раз потому, что любила. Она не хотела, как говорила ее героиня из «Зимней вишни», бухгалтер с автобазы Лариса Павловна. И лезть опять петлю за мужество. Нина Русланова боялась, что своим характером разрушит и эту любовь. В итоге с Равкатом она больше 30 лет была в отношениях, не расписываясь. Это был, как сейчас модно называть, гостевой брак, потому что отчим жил в Питере, мама в Москве, и, наверное, именно поэтому они продлились так долго. Потому что как таковой постоянной совместной жизни не было. Нина Русланова говорила, что не создана для долгих отношений. Но, конечно, она всегда думала о семье, родителях, которые ее бросили, братьях и сестрах, которые могли у нее быть. И актриса нашла их. Только слишком поздно. В 2014 году в одном из телешоу показали Нину Русланову. Ее было не узнать. Актриса, которую привыкли воспринимать как сгусток энергии, была прикована к постели и плохо говорила. Они знают, что я одинокая. У меня защиты нету. Незадолго до этого она перенесла инсульт и операцию по замене тазобедренного сустава. Ее гражданскому мужу Рафику все чаще приходилось приезжать к жене из Петербурга, ведь ей все тяжелее быть одной. А родственников, кроме дочери, у нее не было. После инсульта актрисе пришлось долго и тяжело восстанавливаться. Ну, как бы, у меня мама и ребенок, они учились вместе. У мамы было 99% потери всего. Вот. И они учились вместе алфавиту. Я покупала абсолютно одинаковые книжки, я покупала абсолютно одинаковые игрушки. Вот эти доски, где нужно квадратик в квадратик, треугольничек в треугольничек поставить. Корни ее болезни в трудном детстве. За первые 14 лет своей жизни Нина Русланова сменила шесть детских домов. Родителей своих она никогда не знала. В интервью Нина говорила, что не обижается на них, но всегда пыталась объяснить их поступок. Лично вот сейчас я маму и папу я прощаю. Я всегда пытаюсь встать на их место. Думаю, мало ли, какие были обстоятельства. Может быть, это такие обстоятельства, при которых они не могли меня воспитывать. Понимаете? Вот не могли. Всю жизнь Нина пыталась найти своих родителей и узнать свое настоящее имя. Она делала запросы в архивы, приезжала на место, где ее нашли, искала очевидцев, но все было напрасно. Вагон любви не растрачен. Только это, конечно, все в замороженном виде, как в магазине лишней зимой. А ты приди и разогрей внимание. Актер Евгений Лебедев дед Нечипор из свадьбы в Малиновке. Много лет отыскал свою родную сестру. Он сам когда-то отдал ее в детский дом. Лебедеву пришлось это сделать. Совсем молодой парень был. И поэтому еще тороген заключался в том, что когда он не знал, куда деваться, он уехал до работы, а жить негде было вообще невозможно. Он в подъездах начал, и он вынужден был оставить в детдоме сестру. Это страшный, вообще чудовищный комплекс на всю жизнь у него остался. Лебедев родился в 1917 году в семье священника. После революции Лебедевы несколько раз переезжали с места на место. Когда Жене исполнилось 10 лет, его с сестрой отправили к родственникам. И как оказалось вовремя. вскоре родители арестовали. И там трагичность еще заключается в том, что когда его отца арестовали, матушка, моя бабушка ходила к нему с продуктами в ЧК, чтобы передать, чтобы покормить там что-то. Как он, что? И где-то на третий, на четвертый день они, конечно, ее отфутболивали, и потом на четвертый день я говорю, а, ну, давай, иди сюда. И все, она вместе с ним была расстреляна. Через несколько лет Лебедев перебрался в Москву и поступил в театральное училище. Он забрал к себе младшую сестру, но потом понял, что погорячился. Прокормить ее он не мог. Тогда Евгений просто привел ее в детский дом и сказал, что нашел девочку на улице. Тогда ему пришлось скрыть, что он родной брат. И он просто привел на площадь Дзержинского и отдал в соответствующий как бы учреждение. Сказал, вот тут девочка болтается на улице. Примите, вот устроите, да, у нее родители репрессированные. То есть вот. Когда Лебедев стал известным артистом, он нашел сестру и вымолил у нее прощение. До конца жизни у них были теплые отношения. Поиски Нины Руслановой тоже закончились на первый взгляд успешно. В 2019 году в ток-шоу на одном из федеральных каналов появились три женщины из Пермского края. Они утверждали, что приходится актрисе с сестрами по отцу. Представляете, вы сидите на передаче, да, как бы, и тут вам говорят, это ваши родственники. Ну, тут у вас в этот момент, да, свое что-то в голове, да. Женщины рассказали, что их отец, Константин Антоненко, часто вспоминал одну историю. По дороге из эвакуации у его недавно родившей девочку жены пропало молоко. И, по-видимому, мама поняла, что ее просто не довезти. И напротив сидела женщина, в теплушке они ехали, кормящая. И, видимо, у мамы созрело решение такое, что у них был ребенок маленький, оставим, и они все равно его не бросят, этого ребенка. А папа выбегал на одной из станций за водой. И, когда поезд тронулся, пока он там заскочил в свой вагон, ребенка нет. Жена призналась, что оставила малышку на вокзале рядом с женщиной, кормившей ребенка. Сделать ей это было непросто. Однако она искренне верила, что так будет лучше для дочки. Она боялась, что та умрет от голода. Вскоре супруги расстались. Константин встретил другую женщину. Женился. В праке родились три девочки. Я у папы как-то спросила, папа, а вот почему вы расстались? Из-за того, что потеряли свою дочь? Из-за этого еще, наверное. Поэтому они не остались вместе. О брошенной дочке отец много рассказывал новой семье. При рождении ее назвали Галина. Фамилия Антоненко. Как и наша фамилия. Когда Людмила и Елена услышали историю Руслановой по телевизору, они поняли, что могут быть родственниками. Пошла и включила телевизор. Переключила, вернее, этот канал. Я спал и смотрю, и по каким-то жестам, вот руку она держала, вот так вот она говорила, так держала руку. По ее какой-то мимике, по жестам я сижу, и у меня просто слезы бегут. Ну, все совпадает. И по годам, и все. У сестер и дочери Нины Руслановой Олеси взяли анализ ДНК. Результаты объявили в прямом эфире одного из телешоу. Я думала, господи, сейчас скажут, что это вообще мы не сестры никакие. Я вообще думаю, какой позор-то. Казалось, что сестра, это был восторг. И то, что папа хотел, слава богу, что это случилось. Единокровная сестра Нины Руслановой пригласили ее в гости. Прислали ей из Перми бочонок меда в подарок. Но актриса не захотела даже встречаться с ними. Ну, не возникло у нее никакой потребности подойти к совершенно чужим людям. И в принципе, это действительно так. Если у вас уже пройден определенный жизненный путь и подводят вам совершенно незнакомого человека и говорят, а вообще-то это твой брат или сестра или мама с папой. Ничего не почувствуешь в этот момент. Актер Петр Олейников, звезда фильмов «Трактористы» и «Семеро смелых», тоже провел несколько лет в детском доме. Тяжелое детство оставило свой след на характере актера. Уже будучи звездой, он чуть не угодил в тюрьму. Вместе с другом Борисом Андреевым они устроили пьяный дебош. Разбили витрину, а там роскошная спальня, в смысле кровать, все, и легли и спали, легли спать, потому что была гура, потому что они не были, понимаете, бандитами, они не были, они даже это легко заплатили за это. В подростковом возрасте Петр Олейников после побега из детского дома попал в колонию для несовершеннолетних. пути к заря-заренице, заказанный зверю и человеку. Единственным человеком, кто там его защищал, был местный киномеханик. С ним Петя по несколько раз пересмотрел все фильмы, которые привозили в колонию, и решил стать актером. Олейников приехал в Ленинград с рекомендательным письмом от директора детдома, что парень проявляет исключительно выдающиеся актерские и режиссерские способности. И он поступает на курсы к Сергею Герасимову. И все. Олейников быстро стал звездой советского кино. В глазах зрителей он был по-настоящему народным героем. Эдаким рубахопарнем, простым колхозником. С таким многие мечтали выпить, и Олейников никому не отказывал. Вот видишь, милая моя, ты растерялся. Вот так и тяп. Анутик. Тут он просто боялся обидеть этих людей, понимаете. Они его очень любили, они были, блин, ну Петр, Мартыч, ну с нами, ну пожалуйста, ну как же так. И поэтому папа не мог отказать. Последние годы жизни Петр нигде не снимался. Он много пил и почти всегда был не в форме. Олейников умер от пневмонии в 1965 году. О семье, в которой он родился, Петр никогда не вспоминал. А вот Русланова всю жизнь думала о семье, в которой родилась. Но когда нашла сестер, отказалась с ними встречаться. Слишком поздно, сказала она дочке, перегорела. Нина Русланова была совсем не той железной леди, которую пыталась из себя строить. Жизненные неурядицы сказались на ее здоровье. А мне завтра предстоит серьезное выступление. Еще в конце 80-х актриса пережила сердечный приступ. А в 2014-м с ней случился инсульт. Но характер Руслановой совершенно не изменился. Наоборот, она стала еще более резкой. Вы вот сказали, что у вас пропал из холодильника Рокфор. Анна Сергеевна, милая, так это я, я прибежала ночью к вам и выкрала ваш Рокфор из вашего холодильника и потом прибежала к себе домой и съела его под кроватью. В начале 2000-х Нина Русланова играла в антрепризе «Замужняя невеста». И все коллеги боялись сказать ей лишнее слово, чтобы ненароком не вызвать гнев народной артистки. Куда? Стоять! Вот такой мужик пошел. Все ходили народные артисты, вот только я перечислила, они все ходили по струнке и вслушались. Вот она была как вот главная, так властная, иногда строго могла рявкнуть, чуть не ударить, но вот так сказать, так припечатать, что мало не пока. Тяжелое детство Василия Шукшина тоже оставила печать на его характере. Он изменял женам, мог запросто ударить своих благоверных, никогда не стеснялся в выражениях и много пил. Ну, а что делать? Терпела. А как? Ему самому это не нравилось, но тяжело было, но он когда работал, то не пел. А когда был свободен, то, конечно, мог себе позволить лишнее. И был очень такой характер тяжелый. Вот в это время был характер тяжелый, потому что он был неуправляемый. Однажды в сильном подпитии Шукшин схватил топор и стал гоняться за женой. Лидия Федосеева тогда спряталась у соседей, но даже после такого она не бросила мужа. А что? А? Ничего. А что, ушел? Я же вести себя не умею. Да брось, пойдем, это неудобно, ушли все. Бывшая возлюбленная Шукшина, актриса Лидия Чащина, с которой он жил до знакомства с Федосеевой, вспоминает, как он мог в пьяном угаре с силой швырнуть ее об стенку. То есть, с одной стороны, он ласкает калина красная, березку, и в то же время он мог прийти совершенно бессовестно ударить по лицу. Я свое спахал, свое получил, собрал вот, на курорт поехал довольный. Погоди, тут какой-то гегель получается. Ну, при чем тут гегель-то? Я же вас не оскорбляю. Василий Шукшин родился в крестьянской семье в селе Сростки Бийского района Алтайского края. В те времена жители деревень не имели паспортов, но мать сумела договориться, чтобы Василию выдали паспорт, чтобы он поступил в автомобильный техникум. Правда, Шукшин бросил его не проучившиеся года. Есть такая криминальная версия, что он чуть ли оказался не в банде уголовников, и по этой причине потом снял фильм «Калина красная». Став режиссером, Шукшин не оставил свои деревенские привычки. Он ходил в своих знаменитых кирзовых сапогах, устраивал драки, но, главное, много пил. Это не могло не сказаться на здоровье. Шукшин умер от сердечного приступа прямо на съемках. Ему было всего 45. У Нины Руслановой тоже на съемках прихватило сердце, а позже актрису разбил инсульт. Черт! Заморский круг, запретный песек! Бастрючка бачила! Скажи, Бастрючка! Господи, что с нами теперь будет? Ступайте! Ступайте, народ понимает! Это кадры из фильма «Вии», который вышел на экраны в 2014 году. Русланова играет тут сразу после инсульта. Он случился во время двухмесячного перерыва между съемками. У актрисы была одна из главных ролей. Даже встал вопрос о закрытии фильма. Но произошло чудо. Как только Нина Русланова пришла в себя, то сказала, что вернется на съемочную площадку. Мало кто верил, что у нее получится, но она смогла доиграть роль. Ученый в проклятом месте у Петруся всю кровь высосал и еще поймал кого-то. Это был совсем другой человек. 20-30 секунд у них были великолепны. Потом, конечно, тяжеловато уже и с памятью, и со всеми делами было. Но кино есть кино. Мы дублями взяли, все нарезали, и все получилось как надо. Рядом с актрисой все время была дочка Олеся, которая помогала матери. Обе они и не подозревали, что этот фильм станет последним в карьере Нины Руслановой. Боисий сказал, взять всем по камню. и испытаем водой. Если всплывет, то она ведьма. Нина Русланова после инсульта прожила еще несколько лет. Ее здоровье с каждым днем становилось все хуже и хуже. Железная леди все еще надеялась поправиться и снова выйти на сцену. осенью 2021 года Нина Русланова попала в кардиологическое отделение одной из московских больниц. Там ей сделали плановую операцию на сердце. Но после нее у актрисы поднялась температура. Эта последняя встреча была в реанимации. Я привезла очередной пакет лекарств. Вот. И как раз нам сообщили, что у мамы коронавирус. Что самое интересное, я была там, я была с ней. И я не заболела. Ну, ладно, озовишь. Вот. И заведующая сказала, что завтра маму перевезут в ковидное отделение. В ковидном отделении актриса пробыла совсем недолго. 21 ноября 2021 года Нина Руслановой не стала. Ей было 75 лет. Нина Русланова выросла в детском доме. И это во многом сформировало ее личность. Но, несмотря ни на что, актриса смогла создать собственную семью. Ее рот продолжили дочка Олеся и внук Костя. И хотя коллеги нередко пеняли на ее сложный характер, в памяти зрителей она навсегда осталась мощной, обаятельной актрисой. Все по местам. Отдать концы. Деньги вперед! Ура! Деньги вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...